Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Как видите, мы уже дома, но мы же, как всегда, вернулись не без приключений. Расскажу вам анекдот, какая я везучая. На самом деле это уже не смешно, потому что каждый раз, когда я прохожу паспортный контроль или какую-то границу, если кто-то должен попасть на непонятного человека, который то ли неправильно выполняет свою работу, то ли не знает каких-то законов, но на границе ты особо не поспоришь. Но тот, кто попадает, это всегда я. В общем, слушайте, перед вылетом в Украину я все узнавала. Мне Лена также писала, я вам рассказывала, моя зрительница. В общем, я собрала все нужные справки со школы, с детского сада, со всеми печатями. Мы полетели в Украину, все прошло гладко. Еще в аэропорту в Борисполе, в Киеве, в тот же день, когда мы прилетели, я подошла на стойку регистрации РНР. Это дешевые авиалинии. И спросила, нужен ли тест для посадки на самолет. Мне сказали, да, обязательно. Мы их сделали. Они были отрицательными. В общем, приходим мы на посадку через неделю, летим в Польшу. И что вы думаете, у нас тесты никто не спрашивает. Типа, можно было бы и не делать. Ну ладно, прилетаем мы в Польшу. Я показываю тесты. Мне говорят, они в Польше недействительные. То есть, если сдавать тест в Украине, то, в принципе, эта бумажка только для тебя. Окей, тоже нормально. Тут я начинаю доставать все документы из садика, из школы. И показываю, что они жученики, там все дела. А мне говорят, а зачем нам эти справки? Типа, идите сдавайте тесты или сидите на карантине. Я начинаю, значит, искать то, что мне прислала Лена, там все какие-то пункты из законов, что нет, мы не должны сидеть. Он говорит, пограничник, мол, это касается детей, ну, именно не поляков. Я вообще ничего не могу понять. Он говорит, идите сдавайте тесты, и вы, и дети. Ну, не повозмущаешься, я не люблю спорить, что-то доказывать. Правило есть правило. Думаю, возможно, что-то поменялось. В общем, мы пошли и поддавали тесты, они снова оказались отрицательными. Вот, и мы уточняем, передаются ли результаты наших обследований, вот этих тестов, в санэпидемстанцию, и должны ли мы сидеть на карантине. Нам сказали, если тесты отрицательные, то вы автоматически не сидите на карантине. Через полчаса я проверяю результаты, думаю, ну, все окей. На всякий случай я решила перезвонить в санэпидемстанцию, конечно, я никуда не дозвонилась, потому что это практически нереально. Проходит два дня. Дети идут в детский сад, в школу, и тут начинаются звонки мне на телефон и мужу. И автомат говорит, срочно загрузите приложение, вы должны сидеть на карантине и так далее. Мы так, что происходит вообще? Короче, там такой беспредел в санэпидемстанции. То есть мы потратили еще один день на то, чтобы выяснить, что произошло. Просто они создали как бы в санэпидемстанции два профиля для меня и для Томака. По такому идентификационному номеру, который есть у каждого, кто проживает здесь в Польше долгое время. И также по паспорту. И на одном профиле был снят карантин, а на втором просто кто-то забыл это сделать. Короче, а дети в школе, в садике думают, черт, если они должны быть на карантине, что теперь будет? Вообще, а вдруг какой-то штраф, а штрафы очень большие. Потом говорит, Оля, успокойся. Самое главное, что у нас отрицательные тесты, поэтому все окей, не парься. И самое смешное, это то, что Лена, моя зрительница, вернулась, получается, через несколько дней, показала все справки на границе, только они не летели на самолете, они просто попали на другого пограничника. И они прошли без тестов, без карантина. И очень многие мои зрительницы также мне писали, а что это вас отправили на тесты? У вас же дети школьники и ходят в детский сад. Я вам говорю, даже имея все документы на руках, все правильно, все окей. И я обычно попадаю в какую-то вот такую лабуду. У меня постоянно какие-то нестандартные ситуации на границе. Я думаю, что по моим блогам вы заметили. Да, было несколько раз не очень приятно, и мне тогда было не до смеха. То есть в этот раз еще такой лайтовый вариант, но я думаю, что все помнят историю с прошлого года, как Томак умудрился потерять мой вид на жительство в Италии. Вот, ну еще до этого было несколько историй, которые я рассказывала ранее. Вот такие дела. В общем, на карантине мы не сидим, так как тесты отрицательные. Вот, никто не пытался увиливать от обследований, но вот такие дела. Купила я себе все-таки эти брюки поменьше. Это размер XS, но они реально такие большемерки. И я хочу вам сказать, что по сравнению с S, эти сидят прям так плотно на мне. То есть мне кажется, что между ними не один размер разницы, а вообще целых два. Если, например, вы высокая и худенькая девушка, то я думаю, что S на вас будет 100% велик, а XS могут быть коротки, к сожалению. То есть на метр шестьдесят два они вот так выглядят. То есть будут даже по полу таскаться, если не будет хотя бы маленького подъема. Но подшлепанцы, которые я приобретала в Заре, будет хорошо. Успела я их заказать, теперь я довольна. Зато какую красоту я привезла с собой из Украины. Это бренд моей зрительницы Namizen. Вещи производятся в Украине, именно там я их заказывала. И я сейчас как надену платье, продемонстрирую вам его, вы будете в восторге. Эти вещи супер качественные. Я уже в Украине успела поносить костюмчик, он собрал кучу комплиментов. Я его стирала, с ним все прекрасно после стирки. А платье я буду беречь для специального случая. Я бы даже надела его на роспись, настолько оно красивое. Если бы я еще раз выходила замуж, мне это не светит. Но тем не менее, оно настолько роскошное. В общем, переодеваюсь, и вы сами в этом убедитесь. Я просто чувствую себя первой леди. Настолько это скромно, элегантно, изящно. На все времена платье без возраста. Его может надеть как девушка, так и женщина. На любой случай, на любое мероприятие. Они есть в разных расцветках. На крестины, на какой-то праздник. Это платье под запах. И также вы можете под себя отрегулировать пояс. Я вот сейчас по-быстрому все завязала, но можно как-то более аккуратно и красивее это сделать. У него еще и такая благородная длина, которая подойдет девушкам разного роста. Я обожаю такие вещи, которые, знаете, на века. Через 10 лет можно достать, и все равно будет актуально. Оно супер-супер красивое. Правда? Еще на Мизен я заказывала два костюма. Один из них бежевый в размере S. Я спрошу Ане. Возможно, для моих зрителей будет какая-то скидка. И обязательно оставлю в инфобоксе, если будет возможность заказать что-то чуточку дешевле. В общем, костюмчики тоже есть в разных расцветках. И мне очень нравится ткань. Она прям такая добротная, знаете, не просвечивается. Я сейчас не в бежевом белье. И тем не менее, незаметно. Бежевый костюм в размере S я все равно оставила, потому что он такой свободненький. И эти костюмы можно носить совершенно по-разному. Ну, то есть, с кедами, с какой-то спортивной обувью, с чем-то на плоском ходу. Но я решила обуть лодочки. Такие светлые, с бежевыми тоже красиво, с какими-то босоножками. И даже для вечернего выхода будет вполне уместно. Куда-то в ресторанчик, куда-то на встречу с подружками, на свидание, куда угодно. Или на прогулку с ребенком, только в более удобной обуви. И вот XS, видите, длина для меня просто идеальна, потому что мне нравится, когда у меня слегка видна косточка. Очень-очень качественная, как я вам говорила. И брючки на завышенной талии я заправляю толстовку, потому что так визуально ноги кажутся длиннее. Длина толстовки, как видите, средняя. То есть, она не сильно укороченная. И не слишком объемная, потому что иногда непонятно, как это все носить. Костюмчик очень универсальный. И я не жалею, что я заказала в двух цветах. Эту часть влога, как видите, я снимаю не дома. На майских я не только отдыхала и проводила время с близкими. Я еще и решила заняться чем-то полезным и познавательным для себя. Я уже тут все подготовила. У меня компьютер, косметика, кисточки. Все, что мне будет необходимо. Я записалась на очередную консультацию с брендом Armani. Сейчас жду Марину. Это ведущий бьюти-эксперт бренда. И в прошлый раз мне очень-очень понравилось. Потому что, во-первых, мы много беседовали о том, что мне интересно. А во-вторых, это было супер полезно для меня. Так как я научилась новым техникам макияжа. Что-то Марина помогала мне подобрать. Что-то вот у меня было. Но я не могла с этим совладать. То есть, я не знала, как чем-то накраситься быстро. Чтобы это было стильно, современно, как-то так легко. И даже вам очень понравился результат. И сегодня я хотела бы порасспрашивать Марину о весенне-летнем макияже. О каких-то таких бьюти-секретиках. О способах нанесения тона, которые мы подбирали в прошлый раз. Как видите, даже в поездке у меня все любимое со мной. У меня есть консилер и тональный. Также у Армани сейчас вышла новая пудра из линейки Luminous Silk. И мне хотелось бы, чтобы она помогла мне подобрать подходящий для меня оттенок. Потому что даже по случаям в интернете можно прогадать. А здесь все очень удобно, наглядно и вживую. Ты общаешься с живым человеком. Да, и помимо этого хочется еще, чтобы у меня была такая моя личная мини-коллекция универсальных ай-тинтов на все случаи жизни. Потому что это то средство, без которого я реально не могу. Как в повседневном, так и в каком-то более нарядном макияже. У меня есть несколько цветов. И хочется чего-то именно на весной и летом. И помимо всего того, что я сказала, еще и румяна и помада. Чтобы это как-то гармонично все смотрелось с ай-тинтами. Чтобы все друг с другом хорошо сочеталось. В общем, я подключаюсь. И потом обязательно поделюсь с вами всеми секретами. Ну, не всеми, а теми, которые я узнаю. Секретами макияжа в стиле Armani. Здравствуйте! Да, здравствуйте! По поводу тонального средства, о нанесении. Они, конечно, прям будут идеальной парой, если вы нанесете его вместе с базой. Вместе с праймером Luminous Silk. Он увлажняет, дает сцепление и сияние кожи. А по поводу пудры. У меня когда-то была классическая Luminous Silk, еще предыдущая версия. И четверка вот мне была темновата. Да. Если вот на каждый день, помните, значит, на все лицо, то это третий оттенок. Она вот прям будет хорошо. Потому что четвертая, она прям золотистая, она как будто бы под наклоном становится более теплой. Вот смотрите, есть вот такая помада, пятисотый оттенок Bitmap. Да, это вот что-то в таком духе. Хорошо. Спасибо вам большое, Марина. Да, все. Хорошего дня. Вам также. Спасибо. Я жду списочек. Да. Пока-пока. Мы с вами уже перенеслись в актуальное время. Я по традиции утром попиваю кофеек. Пока Игнат в садике. Я использую его кружку. Моя в посудомоечной машине. Обожаю их. Они из Nano Nano. Такие они милые. Даже кофе как будто вкуснее. Вы знаете, что я кружка-маньяк. Пока мы отдыхали, мои покупочки ехали ко мне. Да, я не устояла и приобрела несколько новых средств. Сегодня мы с вами их и попробуем. Я проходила консультацию с экспертами бренда Armani. Она доступна абсолютно всем жителям России. И это бесплатно. По поводу регистрации на такую видеоконсультацию. Вы можете это сделать через их официальную страницу. Я оставлю вам прямую ссылку. Или же давайте я поделюсь с вами их номером в WhatsApp. Вы можете написать прямо там. Договориться о удобном для вас времени. Спокойно сесть. Все послушать. Все подобрать. Всему научиться и так далее. Есть несколько тем таких видеоконсультаций. И вы выбираете, что интересно именно вам. Во-первых, вам могут бесплатно сделать разбор вашей косметички. Познакомиться со всеми бестселлерами бренда. Помочь подобрать нужные для вас средства. Все подходящие оттенки. Также, если вы хотите научиться делать повседневный макияж, такая консультация длится 50 минут. У вас будет достаточно времени для того, чтобы научиться делать или ежедневный макияж, который поможет подчеркнуть вашу естественную красоту со всеми фишками экспертов бренда Armani. Или же вы выбираете какой-то аромат и не можете определиться. Или, например, вы выбираете что-то на подарок. Вам тоже все подскажет. Все происходит в такой очень расслабленной и дружеской атмосфере. Вы можете задавать абсолютно разные интересующие вас вопросы. Это ни к чему не обязывает. Но если вы захотите что-то приобрести, то после такой видеоконсультации вы получаете уникальный код, который при оформлении заказа дает возможность получить набор миниатюр. Я люблю миниатюры, потому что это еще одна возможность попробовать как можно больше средств. Это, по-моему, все, что я хотела сказать по поводу видеоконсультации. А теперь давайте с вами уже наконец-то начнем краситься. Праймер из линейки Luminous Silk. Это не просто увлажняющий праймер, он еще и дает лучшее, скажем так, сцепление, лучшее соединение с тональным кремом. И благодаря этому он будет еще лучше носиться. Хотя, в моем случае, он и так держится прекрасно в течение всего дня. Раз, два, три. Приблизительно. Зеркало. Мне послужит новая пудра. Выходи. Снимаю пленочку с зеркала. Пока я тут буду возиться с пудрой, мой праймер уже впитается. Ничем не пахнет. Слушайте, я приятно удивлена. Я нанесла совсем громульку. И это, по ощущениям, самый увлажняющий праймер из всех, которые у меня есть. Это хорошая новость, потому что я бы, конечно, расстроилась, если бы я выбросила деньги на ветер, но это не тот случай. Тональный у меня также Luminous Silk. Я специально взяла себе праймер под него, чтобы посмотреть, как все средства из одной гаммы ведут себя и ощущаются в течение дня. Я очень хорошо знакома с этим тоном. Только сейчас я узнала, что он теперь представлен в таком формате 18 мл. Было бы удобно взять или на пробу, или куда-то в поездке брать его с собой. В общем, тональный крем считается абсолютной классикой от Armani. Он был разработан 20 лет тому назад и как был инновационным, так и остается. Его обожают многие визажисты и просто пользователи косметики. Тут именно дело финиша. Он выглядит действительно как шелк. Джорджо Армани часто вдохновляется именно фактурами тканей. И это отражается и в линейке косметики, которую они производят. И помимо этого он еще и стойкий. Но блеск не такой вот за счет именно увлажнения и такого чрезмерного какого-то влажного финиша. Это как светоотражающие частички, которые незаметны человеческому глазу. И он прекрасно держится в течение дня. Я этот тон знаю уже несколько лет. Он всегда у меня в четвертом оттенке. И Марина рекомендовала мне именно его. Когда во время видеоконсультации вы стараетесь подобрать себе нужный оттенок тона, лучше быть без макияжа именно лица. И очень здорово, что это не просто заполнение какой-то анкеты онлайн. Вы общаетесь с живым человеком. И бьютиэксперт просит вас или отодвинуться от окна, чтобы получше вас рассмотреть. И лицо не было засвеченным. Или наоборот, подойти именно к дневному свету, чтобы подобрать вот именно самый подходящий для вас оттенок. Он у меня довольно светлый, с таким слегка желтым подтоном. Но это не оранжевый цвет. Давайте не будем путать понятия. Его можно носить как руками. Тогда вы как будто его разогреваете. И он еще лучше сливается с вашей кожей. Или же спонжем, кистью, как вам удобно. Его очень любят визажисты. Его используют на очень важные мероприятия. Он, вот знаете, на все случаи жизни. Распределяю по лицу. Вот. И просто такими движениями наношу. Он не подчеркивает поры. Он делает вашу кожу только лучше. При этом он неплохо все скрывает. Его можно наслоить при желании. Но это не выглядит как прям очень сильно накрашенное лицо. Даже на жирной комбинированной коже он смотрится великолепно. А на суховатой, такой как моя, я вижу, что поверх праймера он еще проще ложиться. Быстрее. Прям реально незаметен. Но делает свою работу. И даже я решила приблизить камеру, чтобы показать, насколько, естественно, это выглядит. Лицу так комфортно. Я бы на этом и остановилась. Я уже могу идти в свет. Но мы с вами продолжим. Я возьму мой любимый консилер. Много раз о нем рассказывала. Это тоже Luminous Silk. Он легенький. Он увлажняющий. Он подсвечивающий. Он не штукатурный под глазами. И я вижу, что я израсходовала уже одну треть. И я вам уже сейчас говорю, что он точно будет в моих фаворитах года. Я не представляю себе свой макияж без него. Он не утяжеляет область под глазами. И вот как говорила вам, что это мой must-have на весну и лето. Так оно и есть. Все-таки с консилером взгляд более свежий и отдохнувший. Скульптор у меня в оттенке 20. Из коллекции Neo Nude. Это тоже Armani. Мне нравится его текстура. Он такой жидкий и буквально незаметен. Сделаем боевой раскрас для начала. Он у меня уже сто раз заканчивался. Потом я достала ограничитель. И оказалось, что здесь еще что-то есть. Вот такой упругой кисточкой просто растушую. Как бы втаптовое средство. В качестве румян воспользуюсь помадой. Это моя новая любимка. В оттенке 500 вы просили указать точное название. Ловите в инфобоксе. Так. Давайте сразу растушуем. И вишенка на торте это сияющая, зашлифовывающая пудра, которая настолько способна отполировать ваше лицо, что вы должны это попробовать. Это как в фотошоп. Я люблю использовать такую пудру уже поверх всего макияжа лица для того, чтобы еще раз все, вы знаете, сделать таким супер гладким, растушеванным. И, конечно, сияние. Это вот прям фирменный лоск армани. Беру пушистую кисть. И прохожусь по всему лицу. У меня была пудра из линейки Neonude. И я могу вам сказать, что это полегче. Она сияет, но она стала более универсальной. То есть это две разные пудры. Очень интересно. Это типа пудра, но когда она соприкасается с кожей, она как будто в ней растворяется. Особенно видно здесь. Я не использовала хайлайтер, и румяна у меня также не сияющая. Но кожа выглядит, знаете, как наливное яблочко. Такой прям супер фреш. Я обалдела. Девчонки, я не зря потратилась. Тушь Ice to Kill у меня, к сожалению, закончилась. Но у меня есть миниатюра. Мне, конечно, не так сильно повезло, как вам. У нас при покупке дают только мини-тушь. Была акция, а у вас есть возможность получить что-то гораздо более ценное и приятное. Вот такая малютка. И щеточка здесь точно такая же, как и в полноразмерной. Просто хлопая ресницами и взлетая называется. Очень люблю свежие туши. На глаза я еще добавлю немного сияющего тинта. За годы я собрала три моих самых любимых оттенка. Это одиннадцатый. Вот он. Девятый. По-моему, его снимают с производства, к сожалению. Поэтому, если ищете что-то универсальное, такое серо-коричневое, с умеренным сиянием, то присмотритесь. И очень красивый на весну и лето сорок четвертый персиково-розовый. Или даже, можно сказать, розовое золото. Именно он был на мне в моих последних влогах. И многие интересовались, что так красиво блестит. Я уже много раз говорила, что весной и летом я не люблю делать какой-то замысловатый макияж глаз. А акцентные губы всегда приветствуются. Я возьму ту же помаду, которую я наносила в качестве румян. Она муссовая, очень приятная. Хорошо держится. У нее суперпигментация. Она совершенно не сушит губы. Такая комфортная. На этом я готова. Даже настроение лучше. А достаточно было всего немного подкраситься. Все как я люблю. Без лишних заморочек. Макияж без макияжа. Но с той большой разницей, что сегодня макияж совершенно не ощущается. Это вообще не грамма. Теперь мы с вами перемещаемся в другую часть влога. Не забывайте записываться на консультации. Напоминаю, что это абсолютно бесплатно и доступно для всех жителей России. Это очень классная возможность и познакомиться с брендом, узнать какие-то секретики, подобрать что-то для себя и вообще получить огромное количество полезной информации. Я вам говорила, что я нашла очень красивые украшения и ждала, когда они ко мне приедут. Я заказывала их в инстаграме. Бренд называется StarCult. Вот так. Я оставлю вам тоже прямую ссылку для удобства, потому что это очень достойная рекомендация. Вот поверьте мне, что вы точно не пожалеете. Это авторские украшения и они настолько качественные, что я даже сама не ожидала, что будет именно так. Супер стильные, такие увесистые, но не так, чтобы тебя тянуло к земле, грубо говоря. То есть и массивное украшение, но так как-то аккуратно смотрится на шее. Я долго выбирала, какую же взять и в конечном итоге заказала два. Первая с вот таким белым камнем. Между прочим, они есть с разными камушками, можно и сердце выбрать. В общем, я решила взять такую универсальную, чтобы много к чему подходило. Вы видели, что я наделась с терняшкой. Но, помимо этого, у меня есть еще одно. Они, как видите, приходят в таких красивых коробочках. Тоже на подарок можно заказать, например, сохраняйте контакт, потому что потом снова будете спрашивать. И второе украшение с зеленым камнем. Это сейчас трендовый цвет. Я еще не открывала. Мы сделаем это вместе с вами. Тут Мика не может найти себе места, потому что очень-очень жарко. Это слегка другая цепь. Она, кстати, полегче. Это сейчас ощущается. И так прикольно сделано. Это такой типа как карабинчик. То есть нужно открутить. Давайте достанем. Откручиваем. Так. И вешаем камушек. Готово. Очень красивый такой изумрудный цвет. И даже с красной терняшкой или с каким-то другим цветом, не обязательно нейтральным, тоже смотрится очень стильно. Да, стильное украшение. Это самое подходящее слово. Ну и качество. Качество бомбическое. Цепь интересная. Я нигде такого не встречала. Очень-очень необычно. Я не могу сказать, какой из них мне нравится больше. Оба прекрасны. Я вчера встретила соседку на улице. Была с тем украшением. Она говорит, что у тебя такое красивое на шее. Где ты это взяла? Вот тоже делюсь с вами. Я балдею. Так получилось, что мы буквально только приехали. Все выходные я разбирала вещи. Все перестировала и раскладывала. Несколько рабочих дней. И теперь мы с Томаком уже вдвоем отправляемся в небольшую поездку. Пока что я еще даже не успела посмотреть, куда именно. Томак сказал недалеко. Мы едем только вдвоем. И вся наша детская команда остается на крестную Захара. Это троюродная сестра Томака. Мы с ней очень хорошо дружим. Уже 13 лет. То есть это не просто какая-то дальняя родственница. У нас близкие отношения. Это моя Лилианка. Я, по-моему, вас с ней знакомила. Но не суть. Больше двух лет тому назад мы покупали машину. И тогда нас пригласили в поездку. И сейчас она, собственно говоря, состоится. Мы не поехали в 2019 году. Потому что у нас были другие планы. Потом в 2020 вообще никакие такие мероприятия не организовывались. И в этом году в мае нас снова позвали. В общем, мы едем с Томаком. Наконец-то выспимся. И нужно не забыть права. Потому что должно быть интересно. Будет какой-то там инструктаж по езде скоростной. Может, Томак два раза вместо меня поедет. Но в любом случае мы будем рады провести время только вдвоем. Потому что такое случается крайне-крайне редко. Мы на месте. Так, здесь нас ждут какие-то подарочки. Это, наверное, программа. Бейсболка на завтра. Кстати, старт в 7.30. Я не ожидала, что так рано. И завтрак у нас в 6. А что это такое? В общем, мы будем рассматривать попозже. Потому что нас ждет ужин. Так как рестораны в Польше все еще закрыты. У нас вялый текущий локдаун. Который никогда, наверное, не закончится. Поэтому ужин не в ресторане. Его будут приносить сюда к нам в номер. Это у нас закусочка. Я даже не помню, что это такое. Будем пробовать. Вино я вижу. Спрашивали, белое или красное. В общем, мы будем с мужем здесь ужинать. Чаек. Ну и все столовые приборы. Дальше суп и горячее. Дубль номер 2. Меня тут просвещает. Говорю, снаружи отель выглядит как замок. Тома, это и есть замок. Да, это замок. И внутри номера довольно скромненькие. Хотя снаружи все выглядит так очень-очень красиво. Здесь часто проводят свадьбы. В общем, мы сегодня проведем ночь здесь. Идем ужинать. И завтра утром ранний подъем. В современной реалии нас разбудили в 6 часов утра, чтобы доставить нам завтрак. Еще говорят, а можно, пожалуйста, вернуть подносы, потому что нужно разнести всем гостям отеля. И Тома как-то все складывал вот на подоконнике. Будем завтракать, когда это закончится. Кто-нибудь может сказать? И что самое интересное, было несколько вариантов завтрака. Там классический стандартный набор, какой-то такой хлеб, масло, ветчина, сыр. Я же взяла веганский. Я не веган, но мне понравилось то, что там есть и авокадо, и паштеты с щечевицей. Это тофу запеченный с помидорками. Йогурт. Между прочим, я сама часто его покупаю. Не знаю, просто он мне нравится по вкусу. Еще и какой-то веганский тортик. Между то есть фрукты, дыням, остывший кофе. Но я все равно дома пью часто холодный, поэтому для меня не проблема. Сейчас одеваемся. Я обломалась краситься в 6 часов утра, зори, поэтому надену очки и 70% макияжа у меня и так будет на лице. Уже во второй поездке я опробовала органайзер. Я от него без ума. Я складываю сюда технику, наушники, зарядку от камеры, запасные батарейки, как видите, карту памяти. Наушники, кстати, как складываете вы, чтобы они не путались, потому что у меня системы нет. И потом вот все равно приходится иногда распутывать. Нужно заняться этим вопросом, потому что это крайне неудобно, хранить наушники таким образом. Но в целом я довольна. Слушайте, сюда столько всего помещается при желании. Еще зарядка от телефона. Здесь есть дополнительный кармашек. И такие органайзеры бывают разных размеров. Я еще раз кину вам ссылочку в инфобоксе, потому что сейчас будет сезон отпусков. Если у вас также вся техника вечно разбросана, а у всех сейчас миллион зарядок и каких-то там пауэрбэнков и прочих вещей. Поэтому очень-очень рекомендую. Раннее утро, так птички поют. Многие ходят в фирменных футболках. То есть можно узнать тех, кто отправляется с нами дальше. Мы находимся в местности Люблинец. И дорога сюда заняла полтора часа. Вечером этот замок с подсветкой. Вообще я видела фотографии, как здесь проводятся свадьбы. Это невероятно красиво. Мы уже на треке. Все начинается около 9 часов утра. И я думала, что это ничпо покатались и все по домам. А на самом деле... Как? Громко. На самом деле мы здесь будем аж до 6 вечера. Интересно, чем мы здесь будем заниматься? Короче, я не знаю, поеду ли я. Почему я струсила? По той причине, что я себе немножечко по-другому это представляла. То есть я думала, что каждый сможет выбрать себе определенную модель и прокатиться в своем темпе. А получается, что здесь все ездят группами. И в колонии машин. То есть когда говорят, что мы разгоняемся там до 200 км в час. А я вообще ни разу в жизни не ездила от такой скорости. И не знаю, чего можно ожидать от автомобиля. Не то чтобы от своего, а от чужого, спортивного. И, короче, я вообще с возрастом стала больше трусихой. И, наверное, это даже ответственность за свою жизнь. Ты в ответе также не только за себя, но еще и с детей. И Томак иногда ездит с довольно большой скоростью. И знает, как машина себя может повести и как реагировать в какой-то ситуации. Но Томак говорит, что это специальная трасса, которая предназначена для такой езды. И просто делает то, что говорит инструктор. А в каждом автомобиле есть связь с инструктором. То есть тебе прям говорят, что нужно сделать. В общем, не знаю. Я иногда иду на каблуках высоких. И думаю, хоть бы не убиться или не грохнуться, не сломать себе ногу. Так, пока что подожду 40 минут, пока весит первая группа. А потом будем посмотреть. Я не трус, но я боюсь, как говорится. Даже не спрашивайте. Меня сюда посадили. У меня дрожат руки. Но выхода, по ходу дела, больше нет. Поехали. Оранжевая красотка, на которой я прокатилась. Конечно, непередаваемое ощущение. Но сейчас без меня, потому что ради меня все ехали чуть-чуть медленнее. Переидет, я тебе должна сказать. В таком мероприятии может поучаствовать каждый желающий за оплату. Это был бы очень крутой подарок, например, для мужчины или для женщины, которая любит быструю езду и автомобили. Машина, которая произвела на Томика самое большое впечатление, это Тайкан электрический. Ну, говорю, вперед, работать. Но, если честно, то визуально она мне нравится не меньше всех. Может, я что-то не догоняю? Ну, как-то так, не знаю. Я больше поклась. Давайте присядем. Ну, что, примиряться же никто не запрещает. Какие кресла спортивные. Я в машинах совершенно не разбираюсь. То есть, какие-то там технические характеристики. Мне главное, чтобы было комфортно, безопасно для меня и детей. И чтобы мне нравилось внутри и снаружи. Нам прямо здесь выдали обед. Очень классное меню. Было и мясные блюда. Я же взяла себе салат с креветками, рыбу с розовым перцем и цукини запеченную. Я вчера на эмоциях так и не поделилась с вами своими впечатлениями от скоростной езды. Ну, что я могу сказать. Такие быстрые спортивные тачки, это явно не для меня. Но Томок в полном восторге. Он поехал бы не только еще один раз, еще много-много раз. Ему очень нравится водить, и он уверен за рулем и в себе, и в машине. Он больше понимает, я типичный городской водитель. Я могу поехать на дальние расстояния. У меня есть отдельное видео, где я рассказываю о том, как я училась ездить, о своем, так сказать, опыте. Но я никогда не относила себя к категории водителей, там, супер-профи и вообще. Я помню, что два года тому назад, наверное, или год тому назад была ситуация, когда я застряла в пробке под горкой, и тогда был гололед. И мало того, что я еле как-то там наручном удерживала машину, она сползала вниз периодически, так еще напротив ехал трактор, который также не мог затормозить, и он ехал в меня. И чудом просто проехал мимо. Заехал в поле, в общем, я тогда чуть не посидела. И, ну, я, конечно, где-то там тихонько горжусь собой, что я все равно пересилила себя, и я бы, наверное, это не факт, не точно, но хотела бы, например, такие занятия с инструктором, чтобы мне показали, как нужно вести себя в тех или иных ситуациях, именно на практике и на моей машине, чтобы я тоже понимала, чего от нее можно ожидать. Ну, интересный такой опыт. И мы спрашивали также у других участников нашего тура, откуда у них приглашение. Очень часто такие приглашения покупают в качестве поощрения своих работников работодатели. То есть, например, у кого-то был классный результат или как дополнение к какой-то премии, покупают для своих работников такие туры. Еще говорят, что есть такие же туры, но они длятся чуть дольше. То есть, ты едешь на две ночи, какие-то там вечеринки вечером, ну, по понятным обстоятельствам это сейчас невозможно. И также ты гоняешь два дня. Я бы не выдержала. А у Томака вчера были силы еще и вернуться домой. Мы довольны, что была возможность вообще куда-то съездить, как-то развеяться. Приехали мальчишки, так обрадовались, так соскучились, как будто нас не было три недели. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я сейчас вот закончила работать и еду за продуктами, а Томак везет мальчиков на занятия. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся совсем скоро. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok